Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами Гурам Карсанов, Кагуги по Осетии. Нахожусь у въезда в Курдадинское ущелье, в поселении Цингис. Здесь находится известный башенный комплекс, который вот там наверху. Настолько заброван, в общем, настолько его не видно, что надо будет зайти и посмотреть поближе. Здесь же есть зевгийская святыня и тоже посетим. Пойдемте и посадим. Цингис надо пройти через мост, под который проникает река Кьявто. Я представляю, как им тяжело здесь жилось в свое время, потому что вода наичистейшая. Хочешь, сейчас купайся. Пожалуй, тогда начнем с святыня. Пожалуй, тогда начнем с святыня. И потом уже посетим отдельно крепость. Под ответственной скалой находится само село. Там же есть такие впадины, типа маленьких пещер. Ну, не совсем пещеры, скажем так, но. Я представляю, то есть, как говорит история, эту крепость никто никогда не смог покорить. Во-первых, преграда река, скалы и очень труднодоступное место. Здесь еще до сих пор живут люди. Сейчас не мой родственник подскажет, как называется. В общем, сейчас зайдем и посмотрим. Здесь же, кстати, есть чуть выше склеты. Не такие большие, как, допустим, в цернате или в витаблявсе. Они чуть поменьше. Но тоже древний вид, а вам. Да, вот наверху. Это вот склеты тоже. Пойдем и посмотрим непосредственно другие ситуации. Видите, какая интересная вкладка. Аналогично есть и в зале. Это вот двор. Когда бывает праздник? Летом. Здесь внутри столы, где можно съесть и перекусить. А, кстати, вот здесь есть данные, где написано. Видно вам. На имя святого Георгия Победоносца. Под названием Дзиргиз. Дзуар. Встроенное из ревне старожами. Елканов. Кстати, я же выпускал передачу «Фамилия Осетии». Там указывается про строителя Елканова. Послушайте эту передачу на сайте радио «Спутник Южная Осетия». Я когда-то выпускал, и там упоминалось, что Елканов строил эту часовню. Церковь. Елканов, Бимбол, Хамадхан, Хаматов. И ремонтировали, и ремонтировано в июле Цгоевым 1902 года. То есть, это ремонт второго года. А Санта-Сарвата церковь, она очень древняя. Если там не закрыта, к сожалению, поставлен замок, и мы не сможем попасть внутрь. Ну, дай Бог, попадем еще, и я вам покажу внутри. Очень интересные, красивые двери и очень красивый, уютный дворик. То есть, там уходит дорога, значит, сам Фиагдон. И наверху столы, где, когда празднуют, люди сидят. Сейчас сделаем короткую паузу, и непосредственно сниму внутри села. Там есть крепости, и поднимемся на Дзевгийскую крепость. Очень интересный, очень интересный скреп, я только сейчас его заметил. Первый раз на скале. Вот там, скреп наверху. Вольт, я мигушен. Вольт. В общем, пойдем дальше. В общем, друзья, меня всегда бывает в кадре много. То, что я сейчас буду показывать, лучше уж, смотрите, без меня. Дзевгиз, представители фамилии Илкановых, здесь они жили и живут. В общем, сейчас уже без меня, но с моими комментариями. Смотрим. Вот сейчас я иду по улочкам села. Представляете, старая древняя кладка. Боевая башня, боевая крепость. Непередаваемый запах навоза. Ну что ж, люди строят тут дачи. Очень большой резонанс вызвал хозяин вот этого жилья, когда построил он этот забор. Люди очень сильно посмущались. Вот она, Дзевгийская крепость. Смотрите. 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 Так, сделаем паузу людей много. Добавлю маленький комментарий. Крепость раннего средневековья. Голандского периода. Вот. Сейчас тут очень много туристов. Как видите, жалко, что эти туристы не приезжают. Нужно взять Южную Осетию. Там тоже есть что показать. Вот. Ну, сейчас заберемся внутрь. Никогда не была покорена этот. Никогда не был покорен этот бастион. Абсолютно никогда. Да и сегодня в современной реалии его трудно покорить. Ты была здесь? Все продолжим. Заходим непосредственно на саму клепость. Видали мы вас стоите, да? Да. Вот вам пример современного человека. В 30-ом году, в 150-ом году. Здесь была карательница 50-го дня. Это правда. Он пушками попытался построить. А в 20-ом веке умники решили это все реконструироваться. Посадили, взяли на цементный раствор. Вот там старый раствор, как положено. А это цементный раствор. Поверьте мне, когда тот будет стоять, откуда разрушится. Так, надеюсь вам видно. Здесь в больнице. Мне не сгиб. Здесь вниз. Вот такой великолепный бомбий. Давай, давай. Вот внутри пещера. Смотри, Романович. Давайте я вам делаю фото. Пока вы там выходом полосали. Сейчас, минута. Вам не реагирует. Ну, пока туристы ходят, тут люди делают свои домашние дела. Вот такие вот интересные вещи. Помешал кадрам? Так, в общем, друзья, надеюсь, вы все увидели. Так, сделаем. В общем, это внутри самой крепости. И, как сказал здесь гид, который был с туристами, генерал Абхазов со своими карательными экспедициями, который проходил в начале первой половины 19 века. Он пытался разрушить эту стену, не получилось. Ну, половину разрушил. Видите верхнюю кладку? Это потом уже в 20-х годах, в советское время. Здесь возвели новую кладку на базе цемента, скажем так. Ну, не умело, но как есть. Ну, по крайней мере, есть, что тут есть там показать. Там еще вглубь уходит туннель, проход аж 65 метров туда внутри. Ну, к сожалению, у меня не получится туда залезть. И сегодня очень много людей. В общем, селения Дзевгийс, прогулки по Осетии. Ваш Гурам Карсанов. Сзади Дзевгийская крепость. Как говорится, будете у нас на Колыме, милости просим. В данном случае лучше уже к нам в Осетию. Здесь у нас есть что показать. Я не перестаю это повторять. Могу даже со смелостью сказать, что когда где-то в каких-то местах жили в катакомбах, в Осетии уже возводили крепости и башни. Как бы кто ни говорил, история у нас древняя. Такой уж мы народ осетины. Не ценим, что имеем, а потерявший плачем. Ладно, с вами был Гурам Карсанов из Куртатинского ущелья, селения Дзевгийс. До новых встреч и до новых впечатлений. Ну и будете здесь, не проходите мимо этого родника. Чистейшая вода, которая вытекает из-под скалы. И мы его сейчас отведаем. Всем пока. Ну, пожалуй, окончательно до свидания скажу через мост, который ведет в Дзевгийс. на левую сторону левобережья реки Фьягдон. Вот он, красавец Дзевгийс. Крепость. Там есть еще маленькие-маленькие-маленькие вещи. Вот. Сама крепость. И вот здесь у нас находится двор Святого Георгия. В общем, теперь окончательно до свидания. До новых встреч. Прогулки по Осетии. Пока.